Всем чербет дорогие друзья, если в прошлом видео мы разбирались с наключенными фонарями, то сейчас мы выберем с вами налобный фонарь по состоянию май 2023 года. Разберемся какие они в принципе бывают, стоит ли переплачивать деньги или купить самый обычный дешевый налобный фонарик и не особо париться. Если в прошлом видео у меня были только фонарики от компании Nightcore, то здесь я решил разбавить сет и в принципе представитель от Nightcore здесь только один, это аж сет 30 и все остальное это, ну их не так много, я слишком прям супер не нагребал, да. Разные вот ноунеймы и хедлайт какой-то, в общем в целом все что с пола подмели, как говорится. Итак, давайте разбираться. Обычно когда человек выбирает фонарик, вы его спрашиваете, для чего вам фонарь, он отвечает, ну прям как капитан очевидность, знаете, для того чтобы светить. Это ясно, но светить можно и с зажженной спичкой. А когда ты задаешь вопрос по поводу бюджета, так аккуратненько, то человек, не знающий для чего ему нужен налобный фонарь, всегда называет максимально маленький бюджет. Там 300 гривен, тем более на рынке, так там за 300 гривен вам еще стопочку нальют. А тут у вас фонарики какие-нибудь непонятных по 100 долларов, что они делают? Они, наверное, кушать готовят или что-то еще. Нет. 412-й москвич тоже ездит со скоростью 60 км в час, как и Мерседес на расстоянии 100 км. Вопрос в другом, как он это делает? Друзья, для начала, если вы уже задумаетесь о приобретении налобного фонаря, а налобный фонарь это самый полезный после наключника, я считаю, номер 2, наключник всегда с вами, но с этим мы уже определились, а налобный фонарь, он позволяет вашим ручкам быть свободными. Вы делаете, что хотите, не держите в руках ваш осветительный прибор, не зажимаете его в зубы, тем самым портя зубную эмаль. Нет, ручки свободные, светит все хорошо. Можете ехать на велосипеде, можете ковыряться в моторе своего автомобиля, все что угодно. Вот я для себя понял, что есть 3 категории людей, в какую из них вы попадаете. Первая категория, это люди, у которых связана профессиональная деятельность с использованием фонаря. Ну, например, это военные, это люди, которые там в метро ходят по туннелям и ищут какие-то изъяны, скажем, в дорожном полотне, да, либо это сантехники, которые лазят по подвалам в темноте и выискивают тоже там какие-то разрывы труб, либо что-то еще. И вот эта категория людей я крайне не рекомендую экономить на покупке фонаря. Потому что, друзья, вы его используете часто, каждый день. От него плюс-минус зависит ваше здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. И это фонари, которые должны вам служить верой и правдой в случае с дешевыми фонарями. Ну, например, такое, как водозащита и ударопрочность отсутствуют вообще в принципе как класс. Поэтому они уже не попадают в данную категорию. Если вы человек, у которого фонарь связан с профессиональной сферой деятельности, то, ну, как минимум, начните где-то долларов от 70-80 и дальше уже по состоянию, по ситуации и по бюджету. Не смотрите на вот этот вот непонятный дешман с названиями суператомный луч и что-то в этом роде. Далее. Вторая категория людей, которых не связана профессиональная деятельность с использованием фонаря, но они его используют в принципе практически каждый день. Ну, к примеру, ездят на велосипеде, выгуливают вечером собачку, либо там ходят долгое время куда-то от остановки в частном секторе до своего дома 15 минут, а иногда и в сумку в руке несут. Поэтому неудобно ходить с каким-то осветительным прибором в руке. Проще его на голове включить и спокойно себе идти. В одной руке телефон, разговариваете там с любимой тещей, а в другой руке сумка с картошкой, и все нормально. Это не профессиональное использование фонаря, но достаточно частое. Здесь уже можно посмотреть категорию фонарей, когда это не супер дорогие какие-нибудь фонари с съемным аккумулятором, с защитой от воды IPX8, с алюминиевыми корпусами, с хорошей прям зубодробительной мощностью тысячей и более элементов. Нет. Здесь уже можно подобрать брендовый фонарь от того же Nightcore, но уже попроще, скажем так, для бытовых нуж. Ну, к примеру, как вот недавний Nightcore NU25. У меня его сейчас, к сожалению, нет. Но здесь 400 люмен. Здесь у нас получается Type-C зарядная, тоже 5 лет гарантии. Он легкий, он компактный. Вот такого класса фонарей. Здесь вы уже потратите, в принципе, 40-50 долларов. Но это будет устройство, которое как минимум 5 лет, потому что гарантия 5 лет, а то и больше вам отслужит прямо вот, как от зубов будет отскакивать. И третья категория людей, это которым налобный фонарик нужен, ну, там, 5 раз в год. Если вдруг отключили свет, если вдруг что-то еще, но, как правило, такая категория людей, им не обязательно и налобный фонарик нужен. 5 раз в год можно и обычным подсветить, либо там как-то его, опять же, зажать в зубах. В данном случае, в данном случае, вы можете не париться и купить самый раз самый вот такой вот дешман, который вам, учитывая то, что вы фонариком будете светить, в принципе, 5 раз в год, то лет на 15 вам его хватит. Но, понимаете, друзья, первое, на чем экономят ноунейм китайские производители, и что вы никак не проверите, где-нибудь на рынке, в подземном переходе, либо где-то еще, это элемент питания, именно аккумулятор. Все аккумуляторы, считайте, на фонарях за 10, 20, 30 долларов, это, по сути, тестовые. А в случае, если аккумулятор несъемный, то это тестовый код в мешке, если он испортится, вы просто выкинете фонарик в мусорник. Поэтому, если вы уже хотите экономить, то покупайте батареечные фонари, но на таких элементах питания, чтобы вы могли их купить в любом там лотке, это батарейки 2А, 3А. И тогда, хотя бы вы будете понимать, что, ну, во-первых, батарейками можно затариться где угодно, во-вторых, у вас не будет внутри стоять непонятный аккумулятор, непонятной емкости, непонятного производителя. И не очень верьте тому, что они пишут на коробках. Они могут написать все, что угодно, и это редко, когда соответствует суровой реальности. Что же у нас здесь сейчас вот на столе лежит? Это первое. Самый разбюджетный. Он там, по-моему, около 100 гривен стоит, или что-то фонарик, что сегодня с камерой не хочет фокусироваться. Вот такой вот. Понятно, тут нарисуют вам какого-то парня, который карабкается по скале. LED, разные. Вот то, что я говорю, здесь он на трех мини-пальчиковых батарейках, и это уже хорошо. Стоит совсем дешево. Знаете, из той серии, когда по акции в супермаркете к пиву прямо там скотчем, то есть покупаете там 2 литра пива, вам идет в подарок налобный фонарик. Что-то вот такое. Как можно определить максимально дешманский фонарь, который, в принципе, лучше обходить стороной? Это либо полоска светодиодной ленты, либо вот такая огромная фара, утыканная просто вот как прыщиками, мелкими дешевыми светодиодами. Если вы видите, что это нечто подобное, знайте, что это прямо вот совсем-совсем-совсем продукт, который из той серии как лучше подкопить и взять что-то другое. Но для первой категории людей, в принципе, пойдет. Пластиковый корпус. Здесь у нас, как правило, у них идет 3 режима. Это средний, максимальный и мигающий. И вот такая вот контактная группа, которая не блещет какой-либо технологичностью. Но в целом он светить будет. И на этом спасибо. Далее. Тоже ноунейм фонарик, однако уже с встроенным аккумулятором. Здесь уже побольше у нас люмен. Производитель, опять же, запросто некий LED headlamp. Здесь уже нарисовано, опять же, заметьте, нарисованы брызги типа вода, но какая степень водозащиты никто не указывает. Это значит никакой, друзья. Фишинг, хайкинг, понятно, рыбалкинг. Все для чего нужно. Здесь все перечисляется. Но заметьте, не емкости аккумулятора. Люмены, наверное, здесь даже сколько люмен. Здесь никаких данных нет. Ну, хотя бы честно. Фонарик уже обладает несколькими режимами. Здесь какой-никакой диодик, рефлектор отражающий. Ну и плюс всякие блымалки в виде даже рассеянной, рассеянный свет ближний, красная. И вот такая вот моргалка. Но это тоже все китайцы любят, чтобы дорого-богато, побольше всяких функций сюда накрутить. Вот такие фонарики. Нам их несколько раз приносили назад, потому что они светят, но они светят крайне недолго. О чем я говорил по поводу экономии на аккумуляторах. Потому что здесь аккумулятор встроенный в корпусе. Понятно, он уже не может быть какой-то большой емкости, потому что он сам по себе маленький. И вы его не сможете поменять. Вы, вот так вот, зарядочка у нас здесь микро-USB-шная, тоже сэкономили, не Type-C. Вот такие фонарики я бы вообще обходил стороной, потому что это непонятный производитель, никаких данных нету о длительности свечения, о емкости. И если он испортится, это начинается квест по поводу того, что, а у вас не продаются отдельно аккумуляторы для фонариков? Вот у меня есть такой хороший фонарик, прям такой хороший. Но почему-то аккумулятор сдох за месяц. Я вот теперь езжу по всему городу, наматываю километраж, трачу кучу денег на проезд, в поисках непонятно какого аккумулятора, непонятно какого формата. Понятно. Далее. Это фонарики уже, ну вот где-то они там тысяча, плюс-минус гривен. Вот такие немножечко монструозные, франкиштейна подобные. У этих фонариков уже, несмотря на то, что это тоже, вот какой-то Headlight производитель, тоже никаких не будет здесь у вас данных, помимо красивых картинок. Но здесь хотя бы уже будет аккумуляторный блок с съемными аккумуляторами 18650, которые при желании вы можете потом заменить. Понятное дело, что стоковые, опять же, непонятной емкости, китайцы любят здесь писать какую-то невероятную емкость, как, например, вот здесь вот. А, нет, здесь 2800, в принципе, честно. Но, как правило, они пишут там 8800, 4800, такой емкости, в принципе, у этих аккумуляторов не бывает. Здесь уже фокусировка у нас присутствует, ну и мощность порядка там 1000 люмен. Тоже три режима, яркий, средний и мигающий. Обратите внимание на шим, да, на камере это все хорошо видно. Такими фонариками уже можно пользоваться, но с некоторыми оговорками. Во-первых, забудьте о том, что линза это круто. Линза была придумана тогда, когда нужно было как-то повысить мощность обычных ламп накаливания. Светодиоды еще не вошли в обиход и пытались производители что-то сделать. Что-то выжать еще из этих лампочек и придумали фокусировку, которая может сделать ваш свет либо пятном и светить подальше, вот таким вот, либо расфокусировать и светить поближе. Но вместе с тем, при такой системе отсутствует всегда рефлектор, который как бы умножает ваш свет. Половина света еще, ну, не половина, может процентов 20, застревает в дешевой пластиковой линзе. И в целом вы светите либо широко, но, если вам нужно посветить вдаль, вы опять начинаете крутить, чтобы сфокусировать ваш луч, но у вас отсутствует боковой засвет, просто вот такое вот пятно, как лазер, да. Либо, если вам нужно посветить поближе, вы начинаете опять крутить, расфокусировать. В общем, запомните, современные производители уже в 99% не ставят вот эту вот линзу и ничего крутого в этом нет. Это удел еще китайских ноунейм фонарей. Второе, что нужно понимать, это то, что эти фонари, отсутствие какой-либо влагозащиты и ударопрочности при ударе, как правило, вот эта вот линза выпадает, либо она очень быстро поцарапается и теряет свои функции, еще больше света в ней начинает собственно застревать. Ну и аккумуляторы, подумайте, один аккумулятор 18650 хорошего качества, ну окей, не один, два аккумулятора 18650 стоят, как весь вот этот фонарь. Поэтому для второй категории людей, если вы пользуетесь часто, вас не смущает вот этот вот аккумуляторный блок на затылке и вы не будете где-то там под дождем гулять, ронять этот фонарь, то в принципе для второй категории людей это приемлемый вариант. За что платим мы дополнительные деньги, если покупаем фонарики от компании Naidcore, например, да? У меня здесь мой любимый HC30, это налобный фонарик, который можно опять же носить в руке, у которого есть в комплекте вот такой рефлектор, который позволяет сделать свет не вот так вот фокусировать, он позволяет сделать свет рассеянным правильно, либо светить пятном на более дальние расстояния. Фонарик с водозащитой IPX8, который можно погружать под воду на 2 метра и держать там 40 минут. Фонарик противоударный, здесь не пластиковое стекло, здесь уже минеральное просветленное стекло, фонарик из алюминиевого сплава, радиаторная решетка, позолоченные контакты и аккумуляторы 18650. Такой малыш светит на 1000 люмен и это не самая новая и мощная модель, после RC30 был уже RC33, RC35, ну и россыпь других моделей. Но она до сих пор пользуется популярностью, потому что она универсальная, опять же, носим, либо на клипсу, которая есть в комплекте, повесили на карман, на разгрузку, на что-то еще, либо как налобный вариант в быстросъемном резиновом креплении. То есть очень классный фонарик, маленький, мощный, 1000 люмен, хватает просто с головой, можно ездить на велосипеде. И вот этот вариант я считаю, что более приемлем к использованию, если вы в принципе хотите себе купить налобный фонарь, для первой категории людей, это 100%, если вы военный, либо там, как я перечислял, сантехник, автослесарь, что-то еще. И для второй категории людей эти фонари больше, гораздо, скажем так, доставят комфорта в вашу жизнь и улыбки на лице, чем что-то вот такое. Опять же, сравните по габаритам, да, мощность у них одинаковая, то есть этот фонарик больше, наверное, раз в пять вот, с аккумуляторным блоком, чем вот этот. Светить он ярче не будет, а также есть такой еще момент, как спектр, друзья. За этот момент многие забывают, дешевые диоды дают такой синюшный неприятный свет, от которого болят глаза, если вы долго его используете. Если просто включить там, что-то посветить и выключить, окей, но если, опять же, это связано с профессиональной деятельностью, вы идете, вы им светите долго, у вас будут болеть глаза, свет синий, такой с уклоном в ультрафиолет, неприятный, здесь идут либо нейтральные светодиоды, либо теплые. Поэтому примерно вот так вот, друзья, я все это дело расставил по категориям, если есть какие-то дополнения, обязательно напишите в комментариях и напишите в комментариях, каким фонариком налобным вы пользуетесь. Протыкайте небо вашими императорскими лайками, а с вами был еще разок, увидимся, пока. Подтянулись хорошие новости, если понравились товары, можете переходить смело по ссылочке в описании, там вас ждет 10% по промокоду еще разок, не благодарите, просто переходите.